Музыка одна из важных частей современной социальной жизни. С одной стороны она носит развлекательный характер, а с другой поднимает социально значимые и политические темы, и порой может выступить в качестве катализатора в формировании социальных отношений между людьми. Не секрет, что наша культура состоит из многочисленных субкультур, у каждой из которых есть свои последователи, в том числе и музыкальных, последователи которых рассматривают свои музыкальные предпочтения как неотъемлемую часть своего характера и как суть своей социальной идентичности. Одной из таких субкультур, как нам хорошо известно, является металл, который в свою очередь разделяется на поджанры. Металл – понятие достаточно объемное, и включает в себя не только музыкальные предпочтения, но и определенный образ жизни, и исторически сложилось, что в культуре тяжелой музыки доминируют мужчины. Роль женщин в металле всегда была под вопросом, и что интересно, обсуждалось с самого начала появления первых предтеч жанров в далекие 70-е. Металл всегда традиционно считался мужественной и агрессивной музыкой в глазах обывателя. Жанр, не предназначенный для хрупких, утонченных женских натур. На самом же деле в последние годы женщины стали играть более заметную роль в субкультуре металла. Стали не только чаще посещать концерты любимых групп и тематические фестивали, но и сами создавать коллективы и играть любимую музыку. И количество с каждым годом только растет. Впервые рост женщин на концертах тяжелой музыки был замечен с середины 80-х. Возможно, это было связано с расцветом такого коммерческого жанра, как хейер-металл, он же глэм-металл. Конечно, легче всего объяснить доминирование мужчинам в жанре тяжелой музыки и сбитым понятием патриархата, чем и занимаются некоторые женские музыкальные коллективы на Западе, которые видят причину своей невостребованности не в своем неконкурентном творчестве, а в каких-то сторонних причинах. Но вы знаете, я прекрасно помню еще со школьных лет, как большинство девушек реагировало на металл, причем вне зависимости от языка исполнения, то есть даже не понимая тексты, об этом мы поговорим чуть позже. Им не нравилась эта какафония, эта агрессия, ну вы поняли. Тяжелая музыка, какой мы ее знаем, зародилась в индустриальном сердце Британии, городке Бирмингеме в начале 70-х годов. Такие коллективы, как Black Sabbath и Judas Priest были образованы выходцами из пролетарских семей, не избалованных и не имеющих порой самых простых бытовых вещей. Например, Оззи Осборн попросту ходил босиком, не имея в начале карьеры возможности приобрести опыт. Музыка этих групп, как и их личности, были сформированы на фоне смога, промышленного оборудования и бесконечных заводов. Да и самим музыкантам порой приходилось, чтобы свести концы с концами подрабатывать на фабриках родного города. Поэтому неудивительно, что металл, рожденный в такой суровой пролетарской среде, в которой доминировали мужчины, перенес это доминирование в сам жанр. Это было логично. Отчасти металл был и реакционным движением против феминистической идеологии 60-х. В таком контексте металл был защитной реакцией на угрозу мужской идентичности. Например, профессор социологии Дина Вайнштейн считала, что женщины рассматриваются в женоненавистическом свете, потому что они являются определенной проблемой в жизни мужчины. Но не только потому, что являются объектами сексуального влечения, но и потому, что символизируют репрессивную власть в лице матери и учителя. Кори Тейлор, вокалист с репнот из Тонсуа, утверждает, что металл – это последний оплот настоящего бунтарства, настоящей мужественности, резервации, где мужчинам еще позволено быть настоящими мужчинами. Таким образом, мужское начало в западной культуре означает свободу, а женщины всегда пытаются отнять ее у мужчин и приручить. Так что металл, как субкультура, продвигает элементы первичной мужественности, причем не только во внешнем виде и поведении, но и в темах, поднимаемых в лирике. Действительно, лирика в металле, как исторически сложившемся более мужском жанре, посвящена в основном мужским проблемам и интересным мужчинам темам. Будь то фэнтези, научная фантастика, мистика, история, война, философия или примитивный гедонизм. И несмотря на то, что в жанре присутствует и эмоциональность, и чувственность, это совсем не то, что ожидает от лирики обычная женщина. Некоторые представители Social Justice Warriors усмотрели в текстах металла пропаганду мужской солидарности, благодаря которой за жанром удерживается представление как о мужской субкультуре, тем самым затрудняя отношения женщин с этой музыкой. Более того, тексты подпитывают различные маскулинные идеологии, что бы это ни значило и как бы это ни проявлялось. Конечно, с точки зрения женщины тяжело слушать лирику с фантазиями об изнасилованиях, убийствах, расчлененке, некрофилии с представителями твоего пола. А также ту, что унижает твое достоинство как человека. Объективизация, унижение и сексуальное насилие слишком болезненные темы для большинства женщин. Но всегда можно и не слушать такие песни, такие группы. Ведь далеко не каждая группа, да и не каждый жанр в металле позволяет себе такое отношение к женщинам. При всем при этом есть и женские коллективы, работающие в экстремальных и не только поджанрах металла, исполняющие свои композиции с подобной лирикой. Вы скажете, что вот они-то уже могли развернуть стрелочку и написать тексты о своих сексуальных предпочтениях, идеалах и так далее, но по какой-то причине этого не происходит. Вероятно, это связано с тем, что они прекрасно понимают, что основной аудиторией металла являются мужчины, а большинству такая лирика будет не близка. Впрочем, ещё с начала 90-х существуют различные феминистические панк-группы, о которых кроме самых хардкорных фанатов жанра мало кто знает. В экстремальном металле помимо текстов женщин может шокировать и оформление пластинок. В таких жанрах, как грайндкор или порнограйнд, конечно, это подается с чёрным юмором, но атмосфера женоненавистничества и мужского превосходства присутствует. Одно спасение, что из-за специфического вокала мало кто понимает, о чём там вообще идет речь. Но юмор, если честно, действительно надубительный, как и музыка. Мне не заходит, но у кого-то от неё сердечко быстрее бьётся. Если говорить о насилии в текстах металла, то они не пропагандируют насилие исключительно над женщинами. Не реже встречается насилие и над мужчинами, и очень часто насилие в принципе над всем, что существует в этом мире. Нет запретных тем. Каждая группа, каждый автор, каждый лирик сам определяет для себя тему насилия, затрагивать её или нет, и как. Так что женщины, повторюсь, не являются центральными субъектами насилия в металле. Металл – это жанр равных возможностей, когда речь заходит о насилии в лирике. Но сексизм действительно присутствует в металле, но о нём мы поговорим чуть позже. А пока вернёмся к CGI – Social Justice Warriors. По какой-то причине они забывают, что все участники металлической субкультуры не существуют в вакууме. Ведь само слово «субкультура» означает, что оно часть общей культуры. Так что всё то, что происходит негативное по отношению к женщинам, это не является проявлениями непосредственно металла как такового, а является частью общего. Всегда в любой компании найдётся один мудак, который будет портить всем жизнь, пока его не наставят на путь истины или просто не попросят удалиться. И глупо считать, что весь коллектив, в котором произошла эта негативная ситуация, разделяет его убеждения. Неважно представителем какой субкультуры, религии и профессии является этот человек, это его личная проблема. Это с ним что-то не так, а не со всем тем, что его окружает. В связи с этим и непонятно почему мужественность в здоровом его проявлении всё равно стали приравнивать к женоненавистничеству. Что плохого в поощрении определённых положительных моделей мужского поведения и социальных норм, ранее обозначенных как мужских, они никоим образом не формируют и не способствуют неприязни к женскому, а наоборот способствуют уважению и почитанию. А то, что металл-музыка всё-таки привлекает мужчин значительно больше, чем женщин, это же не повод для тревоги. Современный музыкальный рынок многообразен и есть направление, обращающееся напрямую почти что исключительно к женской аудитории. Совершенно очевидно, что женщина-сонграйтер, женщина-исполнитель лучше представляет, чего хотят женщины. И поэтому она создаёт удобный для них звуковой и музыкальный формат, который определённо понравится женщинам. То же самое и с металлом. Жанр исторически формировался мужчинами для мужчин и не стоит удивляться, что в конечном счёте он более привлекателен преимущественно для мужской аудитории. Опять же, всё очень логично. Большинство людей в металл-сообществе, будь то мужчины или женщины, уверены в себе и чувствуют себя комфортно и не ищут какого-то особенного к себе отношения. Касаемо чувств и действий, возникающих между людьми противоположного пола, то тут от музыки мало что зависит. Своё берёт природа и воспитание. Возьмём для примера Мариинский театр. Казалось бы, оплот светской культуры, но по факту определённая часть публики, самая обеспеченная, которая может позволить себе места в царской ложе и подобном на протяжении самого действия спит, иногда даже в открытую храпя, уморившись потреблением закусок и алкоголя перед началом. И в предвкушении антракта, когда можно продолжить. Человек зависит от своей природы, несмотря на различные души полезные и не очень идеологии. И как бы ни хотели их идеологи, природа и инстинкт древний, как сама жизнь будет притягивать к себе противоположность. Маркетологи давным-давно это поняли и прекрасно спекулируют на этом. И хотя их пытаются прижать различные social justice warriors, значительного прогресса в этом деле не происходит. Поскольку идеология это конечно хорошо, но капитализм важнее. Вы спросите меня, Грибановский, зачем ты поднял эту тему? Как вообще она нас может касаться? Дело в том, что на западе уже на протяжении более 4 лет тихо тлеет такое явление как Metal Gate. По аналогии с Gamergate. Его суть заключается в том, что сторонники определенной идеологии требуют. Во-первых, чтобы в металле как жанре избегали определенных тем и образов. Во-вторых, были представлены равные возможности для женщин и представителей других рас, чтобы все были представлены в равной степени. Вот он кавка, как он есть. И если в кино, сериалах и играх это понятно как сделать, и мы видим это сегодня, то насчет музыки и конкретно металла я не представляю. Возможно, по разнарядке как при коммунизме, обязать какое-то количество женщин сочинять металлические песни и продвигать их в массы. В то же время урезав права некоторых мужчин-исполнителей. И заставить слушателей слушать в одинаковой степени все гендерное разнообразие металла. Это напоминает какую-то безумную антиутопию с генпланом. Успокаивает одно для Америки, это не первая в ее истории моральная паника. К слову, моральная паника это социальный феномен, заключающийся в распространении в обществе массовой истерии относительно чего-либо. Будь то идеология, тенденция развития общества, человека или группа людей. И якобы угрожающая безопасности общества или его моральным ценностям. Главной характеристикой моральной паники является непропорциональность реакции на угрозу, когда события, имеющие тривиальное значение, вызывают эпизоды широкого распространенного беспокойства и страха. Иронично, не правда ли? В 20-х годах в Америке так боролись с алкоголем, введя сухой закон. В 50-х устроили охоту на ведьм, ища кругом тайных и латентных коммунистов. А в 80-е были одержимы существованием масштабного сатанинского заговора, совершением ритуальных убийств людей и десятками тысяч жертв. В итоге, естественно, это все оказалось мифом. Но определенное количество людей пострадало, как и всегда в таких историях. Самое печальное в Металлгейте, что нашлось определенное количество групп, которые стали утверждать, что проблемой для их самореализации в металле являются не их посредственные исполнительские и творческие способности, а предубеждения и сексизм в жанре. Но дело в том, что рынку по большей части все равно, кто в группе. Ему важно, можно это продать или нет. Музыкальная индустрия занимается товаром, который называется концерты. Она их производит. За это она платит артистам деньги. Если кто-то не попал в индустрию, это не значит, что ее не существует или есть какие-то расовые, половые, сексуально-ориентационные предубеждения. Индустрии все равно, хороший ты музыкант или плохой, мужчина ты или женщина, гетеросексуал или любой другой сексуал. Главное, чтобы на тебя пришел зритель. Чтобы концерт окупился. Поэтому индустрия ориентируется исключительно на зрителя. Ведь именно он приносит ей прибыль. А не какие-то идеологии, пусть даже с самыми замечательными намерениями. В конечном счете все решают деньги. Слушатели голосуют рублем. Что ж, а теперь давайте поговорим о настоящем сексизме, присутствующем в металле. Да-да, не удивляйтесь. Сексизм как таковой, во-первых, на мой взгляд заключается в том, когда женщину, музыканта или женскую музыкальную формацию любят или хвалят не за талант и творчество, а за то, что в первую очередь они женщины, которые смогли играть в металл. Например, когда девочка-гитаристка весьма посредственного уровня начинает играть классику металла. А если не дай бог еще что-нибудь из более экстремальных жанров, это сразу делают ее крутой по умолчанию. Ну действительно, чудеса. У нее же совсем другая анатомия рук. Нервные системы, мозга. Это вам никогда на бандже играть научить. При этом, если девушка достаточно симпатичная, то просмотров она наберет большую, несмотря на технику игры, поскольку пол и внешность как бы компенсируют небрежность игры. Парень-гитарист, играющий на том же уровне, не вызовет такого же ажиотажа. Разве так трудно обсуждать и оценивать женщин-музыкантов, не сосредотачиваясь на сексуальных качествах? Именно как музыкантов, а не как женщин. С одной стороны, конечно, это даже дамам в плюс. Такие группы, изначально представляющие собой женское начало, в лучшем случае держатся на должном уровне штампов и стереотипов жанра, как например Невроза. Но то, что ее участницы женского пола, выделяют коллектив из общего фона типичных трешеров. Проблема в том, что не так уж и много женщин-сонграйтеров, способных конкурировать в жанре с мужчинами. А конкуренция в металле сама по себе была велика изначально. А учитывая доступность технологий за последние десятилетия, нужно работать намного больше, для того, чтобы тебя услышали в общем потоке. Во-вторых, сексизм проявляется в травле некоторых женщин-исполнителей. Например, не самые одаренные поклонники блэк металла затравили мультиинструменталистку Амали Брун из Муркур. За то, что она осмелилась, будучи женщиной, играть в кроссовер блэк металла с шугейзом. Амали была вынуждена тогда ограничить пользование социальными сетями из-за постоянных угроз насилия и смерти. Так что гаваналия это все-таки явление общечеловеческое. Была бы возможность просто пожизненно отсекать от интернета таких токсичных персонажей. Или пока не научатся общаться как люди. Что мешает просто не слушать то, что не нравится. А если и высказывать свое неодобрение, то аргументированно и без явных прямых оскорблений и травлений. А так эти персонажи только способствуют укреплению негативного мнения о поклонниках тяжелой музыки. Впрочем, то же самое можно сказать о двух токсичных недоумках с русского ютуба. Лиуси Хеллскримми и Фредди Гитаристы. Которые ничего не добились в музыке, но с высоты собственного дивана занимаются абьюзом музыкантов из других жанров. Действительно работающих и востребованных в музыкальной индустрии. И не предающимся эфемерным воспоминаниям, а былинной славе. В-третьих, группы с женским вокалом по какой-то причине иногда воспринимаются как второй или третий эшелон по умолчанию. Причем это относится к наиболее мейнстримовым жанрам с чистым вокалом. Женский экстрим вокал наоборот заходит аудитории на ура. В-четвертых, сексизм со стороны самих музыканток. Да, есть определенные коллективы, которые паразитируют на сексуальности своих участниц. Например, The Butcher Babies и In This Moment. Эти коллективы создают ложное впечатление, что женщины должны использовать секс для того, чтобы добиться успеха в металле. Безусловно, секс один из лучших двигателей торговли в промоушене альбомов. Так принято делать в мейнстримовой музыке и вообще это распространенная во всей индустрии шоу-бизнеса практика. С другой стороны, складывается впечатление, что когда женщине нечего сказать в музыке, ее наряд состоит из меньшего числа элементов. Или возьмем Олесю Глазастую с канала Брыщ. Бедной девушке постоянно приходилось использовать декольте для того, чтобы привлечь внимание к той информации, что она озвучивает. Как мне написал один парень под моим роликом про брыщ. Грибановский, может быть ты и прав, но у нее есть вторичные половые признаки. Сейчас, судя по всему жизни в Латвии, пошла Олесе на пользу, и она одевается и выглядит так, как ей комфортно, а не так, как хочет ее аудитория. В-пятых, вы удивитесь, не знаю как у нас, но на западе девушки жалуются, что им часто отказывают в участии в слайме и мошпите. На мой взгляд, такие ритуализированные и яростные формы, скажем так, танцев представляют угрозу, впрочем, не только для женщин, но и вообще для окружающих. Недавно на концерте Second to Sun лично наблюдал, как два долбоеба создавали всем проблемы, правда их быстро успокоили. Но это тема для отдельного разговора. Относительно сексизма кажется все. Но если кто-то из вас знает еще какие-то его проявления сугубо в металле, то смело пишите в комментариях. И я повторюсь, вы не за скобки обычные проявления сексизма, характерные для нашей жизни. Металл это музыка, которая придает уверенность, вселяет мужество и силы, для того, чтобы человек мог проявить свою независимость, неважно в одежде, музыке или образе мысли. С этой точки зрения металл дает женщинам чувство социальной поддержки, позволяя им быть уверенными в себе и придерживаться своего мнения, не опасаясь критического суждения. Это субкультура, которая принимает всех, вне зависимости от пола, возраста и других предпочтений, в отличие от общества. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если по какой-то причине это не сделали. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, это важно. До новых встреч, удачи!